Сегодня мы будем говорить о цели мастера продаж. Азамат, вы слышите? Сейчас слышу, да. Давайте я свое видео остановлю, может у меня проблема с интернетом или что? Давайте. Сашуль, меня нормально слышно? Азамат, я жду от вас сигнал. Все хорошо, я нормально слышу. Можно, наверное, попросить участников видео отключить. Ну, попросите. Спасибо. Сегодня тема нашей встречи это цель мастер продаж. Сегодня мы поговорим о том, чтобы у вас было представление, что нужно, чтобы выйти на ранг мастера продаж. И вот здесь, чтобы у вас был основной мастер продаж. И вот здесь, чтобы у вас был первый мастер продаж. Особенно если вы хотите быть первым, то нужно очень хорошо понимать, что нужно, как закрывается ранг мастер-опродажа. Особенно если вы хотите стать первым и первым, то нужно понимать, что я могу обучить это. По маркетинг-плану, я думаю, многие уже знают, для того, чтобы стать мастером продаж, надо, чтобы слева и справа прошло по 2,5 миллиона пиви. При этом самому нужно иметь уровень специального агента. В Атоме есть два квалификационных периода, когда можно закрывать ранги. Это первое 15 число и 16 по конец месяца. Если все пойдет по плану и магазин откроется 19 апреля в Турции, то первый период квалификационный будет с 19 по... Так, в апреле сколько? 30 дней. Так, в апреле... 30 дней, да. 30... С 19 по 30 апреля будет первый квалификационный период. Для того, чтобы стать специальным агентом, нужно выполнить одно из двух условий. Но второе условие, на открытии страны не работает, это групповой товарооборот. Получается, нужны личные баллы. То есть, можете как-то кратко перевести. Именно в этот период только за счет личных баллов можно стать специальным агентом. Продолжение следует... 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 Поэтому все, кто хочет открыть центр или все, кто будет рассматривать такой вариант, желательно встретиться отдельно и поговорить на эту тему. Поэтому, если у вас есть друзья, мы можем общаться с этим, мы можем общаться с этим, мы можем общаться с темой мастер-продаж. Сейчас мы в этом бизнесе два с лишним года. И у нас более 200 человек вышли на ранг мастер-продаж. У всех по-разному получается закрыть мастер-продаж с разной скоростью, с разными усилиями, с разными вложениями. У всех по-разному получается закрыть мастер-продаж. У всех по-разному получается закрыть мастер-продаж. Но в среднем мы замечаем такую картину. Когда к нам приходит человек и начинает активно работать. Но, в основном, мы видим вот такую манзару. Один из нас приходит и начинает работать. 8-10 часов в день уделяет Атоми. И обычно в первый месяц большинство людей ничего не зарабатывают. Обычно в первый месяц, за первый месяц работы люди не зарабатывают. Генеликле, в первые месяцы, в первые месяцы, в первые месяцы не зарабатывают. Потому что сначала большая часть времени уходит на то, чтобы обучиться, разобраться, что к чему и начать строить структуру. Потому что в первые месяцы, в первые месяцы, большинство людей тоже ничего не зарабатывают. Но здесь уже идут заказы, уже начинает накапливаться групповой товар оборот, уже есть какие-то личные баллы, структура растет. Но в третьем месяце, большинство людей закрывают свой первый бинарный шаг и порядка 60 долларов получают. В третьем месяце, первые месяцы, первые бинары, в первые месяцы, которые закрывают. И первые месяцы, примерно 60 долларов получают. Да, количество денег за бинарный шаг зависит от той страны, где человек работает. Потому что курсы разные, ну примерно вот это среднее значение по миру сейчас. Да, в третьем месяце уже закрывается один-два бинарный шаг и там 60-120 долларов человек зарабатывает. За пятый месяц тут бывает уже два-три бинарный шаг и человек зарабатывает. И вот здесь вот, с шестого месяца по двинадцатый месяц, по разному тоже у всех, люди зарабатывают уже около тысячи долларов, потому что выходят на ранг мастера продаж. У всех по разному бывает. Вот вкратце наша карьера выглядела так. Yani, кисака, bizim карьерimiz bu şekildeydi. В 2018 году в ноябре мы зарегистрировались? В 2018 году в Касым Ай술 году прихватывал. Работать начала жена в январе 2019 года. В 2019 году в Ояк Ай술 году прихватывал. Два месяца мы не работали, мы просто пробовали продукцию. И в январе, когда супруга подключилась, она закрыла первый бинарный шаг. В феврале 2019 года мы закрыли два бинарный шага, получили 120 долларов. А в марте мы закрыли ранг мастера продаж и в первый и во второй период и получили где-то 1800 долларов. И в августе открылся Казахстан. 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 Они работали, но ничего не зарабатывали. На протяжении пяти месяцев наши лидеры в Казахстане работали каждый день, но ничего не могли зарабатывать. То есть они находились в той же ситуации, что сейчас находитесь вы. Но именно благодаря этому, благодаря тому, что они работали пока другие ждали, они стали главными лидерами в стране. И поэтому они начали открылся. И поэтому они начали открылся. Так, давайте вернемся обратно к теме мастера продажа. Да, вот здесь я рассказывал в среднем, как это бывает, когда к нам приходит новый человек и через какое время он становится мастером продаж. Здесь я рассказал, как это бывает в среднем, когда приходит к нам новый человек и становится мастером продаж. У вас ситуация другая, она отличается. В среднем мы даем людям такую рекомендацию, кто хочет выйти на мастер продаж. Но мы селс мастером быть хотим, что мы должны быть нужны человеку. Мы стараемся построить структуру тысячу человек слева, тысячу человек справа. У кого к открытию Турции 19 апреля будет такая структура, тот скорее всего комфортно сможет закрыть мастера продаж. Может показаться, что тысяча человек это много, но в нашем бизнесе тысяча человек это очень мало. Но это не мало, это немного. Потому что наш бизнес ориентирован не на людей, которые хотят зарабатывать, а на потребителей. Почему у нас нет плата регистрации, обязательных закупов? Потому что у нас продукция очень хорошего качества по очень хорошим ценам. И на самом деле люди покупая в Атоме, они экономят деньги. Потому что аналогичные продукты на рынке стоят гораздо дороже. Потому что у нас продукты на рынке стоят гораздо дороже. Поэтому каждому человеку нужно регистрации в Атоме, потому что он для себя найти хоть какой-нибудь продукт. Поэтому, когда вы регистрируете людей, не надо дискриминировать, не надо ни за кого решать. Потому что у нас продукты на рынке стоят, чтобы у них было представление, что такое Атоме, чтобы при запуске они хотели сами покупать. Потому что у нас продукты на рынке стоят, потому что у нас продукты на рынке стоят, чтобы они покупать продукты. Здесь важно понимать такую вещь, что возможно при запуске в Турции будет похожая картинка, которая была в Китае. Так, я вот точно не помню, по-моему 11 июля открылся Китай. По-моему так. В Чинском сайте уже не было продукции, все раскупили. Я, конечно, сомневаюсь, что в Турции будет так же. Но есть риск, что ходовые товары за несколько дней закончатся. Например, зубные щетки у нас стоят около одного доллара за штуку. Например, у нас продукты на рынке стоят около одного доллара за штуку. Может быть 8-9 лир будет стоить. То есть 8-9 лир будет стоить в Турции в Турции. До 80 лир будет стоить, скорее всего, упаковка зубных щеток. То есть один раз, может быть 80 лир может стоить? Не знаю точно вашу аналогию, может быть чуть-чуть больше, может быть чуть-чуть меньше, ну примерно так. То есть этот размер может быть гораздо или чуть-чуть немного, по-моему, по-моему. Когда мы узнали, нам сказали, что среднем хорошие зубные щетки в Турции стоят 3-5 долларов. А зубные щетки нужны всегда и всем? Это хороший способ познакомиться с продукцией компании, купить что-то такое, на чем можно сэкономить деньги. И для наших брендов, для начала общаться, это очень важно. И для наших брендов, для начала общаться, это очень полезно. Например, такой сценарий, вы регистрируете 200 родственников. Например, мы сэкономить сценарий, 200 тысяч человек, то есть родственники, вы кайдете. И говорите им, что вы занимались проектом, корейский проект, который заходит на турецкий рынок. И я рекомендую вам, вот родственникам говорите, купить зубные щетки. И хотя бы чтобы попробовать их и познакомиться с качеством. И потом расскажите мне, дадите мне обратную связь, понравились вам щетки или нет. И я думаю, большинство ваших родственников может 80 лир потратить на нужную вещь, на которой сэкономят деньги и поможет вам. И наш бизнес построен именно на этом, чтобы у нас были постоянные покупатели. Точнее, чтобы мы приводили людей, которые становились постоянными покупателями и все время для себя что-то покупали. И только на одних зубных щетках, на одних зубных щетках можно империал мастером стать. А у вас на старте Турции будет более 50 товаров. Да, зубные щетки это просто пример. Вы можете разные вещи рекомендовать вашим родственникам, вы их лучше знаете. Зубные щетки это просто пример, а рекомендовать можно все продукты. Конечно, можно стать мастером продаж, когда структуры меньше, например 100 человек. Но здесь нужно здраво оценивать покупную способность этих людей и насколько они заинтересованы в том, чтобы что-то покупать. Можно стать мастером продаж, если у вас и 10 человек, в принципе. Но в этом случае получается нужно будет вложиться вместе вам с этими людьми более 100 тысяч турецких лир. И если у вас структура всего по 10 человек, то я не рекомендую выходить на мастера продаж с такой структурой. И если у вас только 10-10 человек, то я не рекомендую. Потому что закрыв ранг мастера продаж, то есть получив ранг мастера продаж, у вас не будет... То есть в этом случае, если по 10 человек вы закроете, то вам сложно будет подтвердить этот ранг. Потому что когда мы закрываем, подтверждаем ранг мастера продаж, мы получаем деньги. Если у нас есть товарооборот, мы закрываем ранг, мы получаем деньги. Если у нас нет товарооборота, мы ранг не закрываем, мы не получаем деньги. И сам ранг сам по себе, он нас не кормит. Наша цель, вот в этом случае, если у вас по 1000 человек есть, это, грубо говоря, ничего не делать и чтобы ранг мастера продаж закрывался сам собой. Если у вас в один месяц два раза будет закрываться ранг мастера продаж, то примерно 7,5, это 15 тысяч лир вы будете получать. У нас бизнес очень простой по сути, потому что мы получаем часть той прибыли, которую приносим компанией. Мы не занимаемся продажами. Вот эти все люди, они покупают не у нас, они покупают у самой компании, у Атоми. И мы от Атоми получаем наши вознаграждения. Поэтому нам нужна большая количество потребителей. Поэтому нам нужна большая количества потребителей. Например, у нас на сегодняшний день около 250 тысяч людей. Например, у нас на сегодняшний день около 250 тысяч рублей. Да, проходит товар оборот больше миллиона долларов. У нас на сегодняшний день около 1 миллиона долларов. Сейчас я точно скажу, какой товар оборот проходит. Если 300 миллионов. Ну да, где-то около миллиона долларов проходит товар оборот. При этом мы сами не продаем. Да, большую часть этих людей мы не знаем. Они сами покупают у компании через интернет магазин. А мы получаем в месяц, так, в лирах это получается, ну где-то 150 тысяч лир. Именно в этом заключается бизнес. Построение большой сети потребителей по всему миру, которые покупают классную продукцию и экономят на этом деньги. Но эту мысль сложно донести большинству людей. Потому что не все люди привыкли покупать качественные товары. Но тем не менее мы не ищем только тех людей, у кого много денег, кто привык пользоваться качественной продукцией. Нам нужны все, потому что даже человек с низким уровнем достатка, хоть что-то, но сможет себе позволить нашей компании. Да, те же зубные щетки за 1 доллар. 1 доллар лук дичь фурчасы, например. Так, теперь следующий момент. Еще раз, 2,5 миллиона баллов наши закадычные. Чтобы максимально эффективно закрыть мастера продаж, можно закрыть 8 бинарных шагов. Максимум, bu sales master, c'evec ne, efec tiv pshakelde kapatmak c'in, kariere almak c'in, sekiz defa binary devre kapatmak vazim. Yani sekiz çarpı uchuz bin pivy. Да, и это вот 8 бинарных шагов по 60 долларов. Примерно. И это вот 8 бинарных шагов по 60 долларов. Вы шарпы 60 долларов. И тогда sales master получит мастерский бонус за мастера продаж. Он примерно 400 долларов. Получается структурный бонус получит примерно 480 долларов. И заодно закрытие мастера продаж примерно 880 долларов. Да, но это только начало. Потому что чем выше ранг, тем гораздо больше вы получаете. Ну и тут нужно упомянуть, наверное, что бинары, если каждый день закрывать, то эта сумма будет совсем другая. Ну да. Но здесь мы рассматриваем при минимальном товарообороте 2,5 миллиона баллов в среднем 8 бинаров получается. Но больше не получится. Если больше бинаров, то тогда больше так групповой товарооборот должен быть. Поэтому если у вас есть цель стать одним из первых мастеров продаж в стране, то нужно оценивать в своей структуре. Это количество людей. Поэтому если вы хотите получить первых мастеров в стране, то нужно знать, что вы должны знать, что вы должны быть. То есть, что вы должны знать, что вы должны быть. Получается количество, покупатель способность. Кто насколько может купить. И дистрибьюторов, получается, лидеров, кто работает, кто строит структуры, кто будет набирать личные баллы. Там 300 тысяч личных баллов, возможно, или 700 тысяч баллов тоже смотреть, если такие в структуре люди. Как бы хотеть, обычно хотят все стать мастерами продаж и выше, сразу при открытии страны. Но получается только у тех, у кого либо есть четкое представление, что для этого нужно и есть возможности. Либо есть большая структура людей, которые хотят совершать покупки. Лучше всего, когда есть и то и другое. Гораздо легче будет стать мастером продаж, например, летом. Ещё легче осенью. Но естественно, чем дольше вы будете идти к этим целям, чем медленнее будете расти по рангам, тем меньше будете зарабатывать. Но, конечно, если вы, конечно, у вас много времени удачать, если вы хотите, как можно быстрее стать мастером продаж, для чего это нужно. Оно важно, если вы будете работать с тази, если стать мастером продаж, то это всё очень важно. Да, одного желания мало, нужно, чтобы было четкое понимание. Садыце, бунт, 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 бунт. Может быть, у кого-нибудь вопросы какие-нибудь есть? Белки, сорваны, варса, сораблирсанис. Если есть вопросы, можете или в чате написать, или поднять руку. Вот тут Бюлент Бей спрашивал, это один из крупных лидеров. Здесь он спрашивал, на казахском причем. Бюлент Бей, казахчай, нежды милюрснус. Чтобы стать сейлсмастером, сколько в среднем зарабатывает? Но потом рассказал. Бюлент Бей тут бунт, говорили, бунт б sorted out. То есть, в основном, что вы получаете несколько месяцев в Казахстане в Казахстане? Мы должны учиться в Казахстане. Потому что в Казахстане очень много людей. Поэтому в Казахстане учиться в Казахстане. Я считаю, что нужно изучить Казахстан. Потому что мы работаем с Казахстаном, с Казахами. Поэтому это для меня обязательно нужно. Хорошо. Потому что теперь часть нашей семьи живет в Казахстане. Казахстана, в Казахстане, с Казахстане, цел Abbottан Берегене, Все, кто здесь находится, это, в принципе, не простые потребители, а это люди, которые планируют стать сейлс-мастерами, даймонд-мастерами, которые обладают всеми возможностями для этого. И, иншалла, они будут миллионерами все. Большое спасибо за такую хорошую презентацию. Спасибо. А вопросов нету никаких ни у кого? Сору Ларварна? Сору Варми? Огуз Бе, сисьмой, сисьмой, атака, что-то, что-то, что-то. Бурда ма Огуз Бе? Они могут включить микрофон, да, Владимир? Давайте сейчас. Сейчас я Огус попрошу отдельно. Добрый вечер. Спасибо за хорошую презентацию. Вопрос такой, ежедневно баллы, которые, скажем, у нас образовываются, групповые, они удаляются, стираются или нет? Как это все происходит? Сейчас расскажу. Так, смотрите, у нас есть личные баллы и есть групповые баллы. Когда у вас 10 тысяч групповых баллов накапливается, с этого момента, у вас с этого дня начинают учитываться ваши групповые баллы. Если у вас в группе вашей структуре будут совершаться покупки, а у вас не будет 10 тысяч личных баллов, это никак не будет учитываться. У нас есть 7 уровней бинарных шагов. И вот самый маленький бинарный шаг, это 300 тысяч групповых баллов. Ваши групповые баллы будут накапливаться до тех пор, пока в обеих ветках не будет 300 тысяч баллов. Это может занять день, неделю, месяц, год, у всех по-разному. Ограничения по времени нет. Система работает следующим образом. На конец дня система смотрит. Если у вас слева справа больше 300 тысяч баллов накапилось, вы закрываете бинарный шаг. Систем şu şekilde çalışıyor. И с следующего дня учет групповых баллов начнется с нуля. То есть можно сказать после закрытия бинарного шага все групповые баллы ваше сгорают. И вам начисляются деньги. Читаем нужно выиграть. или если он будет продолжать в следующий день, то есть он продолжается в следующий день? Вот пример такой, если слева 300 тысяч прошло, справа прошло 350 тысяч. То есть по 300 тысяч бинар закрылся, оставшиеся 50 тысяч стирается или что с ним происходит? Да, после того как вот это допустим в понедельник такой товарооборот, со вторника уже начнется с нуля подсчет. После того как один бинарный шаг закрывается, на следующий день подсчет начинается с нуля. Да, эти 50 тысяч пиви, то есть система в последний день, например, пазарский день уже прошел, бинары закрыты, салу дня с нуля начинается с нуля. Если 300 тысяч не набралось, если меньше 300 тысяч, то на следующий день подсчет начинается с этого же количества, все сохраняется. Когда я первый раз узнал об этом, я подумал, что это плохо. Но на самом деле это хорошо. Потому что если разобраться, как вычисляются вознаграждения, то становится понятно, что вот эти баллы лишние сгорают, это очень хорошо. Вот эту вещь понимает только один человек из тысячи. Почему это хорошо? Я сейчас попробую это объяснить. По бинарным шагам распределяется 44% прибыли компании. Если вы изучали маркетинг план, то наверняка видели, то что у бинарных шагов есть так называемые множители. Получается, за бинарный шаг 300 тысяч, 5 или 15 множителей? За бинарный шаг 700 тыс. 30 множителей. За полтора миллиона 60 множителей и так далее. Так. Получается здесь 20 миллионов и 50 миллионов самый большой шаг. Эти множители потом превращаются в деньги. Система считает общий глобальный товарооборот за неделю. И 44% от прибыли делится на общую сумму всех множителей. Получается все дистрибьюторы атомы по всему миру. Они закрывают бинарные шаги, накапливают эти множители. И система один раз в неделю суммирует все эти множители всех дистрибьюторов по всему миру. То есть все дистрибьюторы по всему миру. Множитель – это переменная величина за его значение. Но он примерно равняется 4 доллара. По сути, если с чемпионами по всему миру, то есть это переменная величина засядь. Но я хочу сказать, что это чемпионеры 4 доллары. То есть плюс-минус 10%. Рассказать по всему миру. По сути, чем больше будет вот этот кусок, чем больше будет прибыль и чем меньше будет количество множителей, тем больше значение множители. И вот эти значения тоже друг от друга зависят. Чем больше множителей, тем больше прибыль. Потому что больше бинарных шагов закрылось, больше товара оборот. Чем больше бинарных шагов закрылся, чем больше бинарных шагов. Теперь, почему хорошо, что если баллы сгарают, почему то, что баллы сгарают, это хорошо? Потому что для новичков, кто начинает только этот бизнес, у них будет сгарать там 10, ну максимум там 100 тысяч баллов. Это при том условии, что обе ветки примерно одинаковые. Если одна ветка гораздо больше другой, то там где больше, конечно, могут и миллионы баллов сгарать. Но если это большая ветка, там всегда будет много баллов. И даже если бы они копились, вам бы от этого плюса никакого не было. Так еще раз, почему же хорошо, что вот эти вот ваши баллы при одинаковых ветках сгарают? Я приведу такой пример. У нас был один такой бинарный шаг. В левой ветке прошел товара оборот 18,5 миллионов баллов за один день. А в левой ветке прошло 22,5 миллиона баллов. Вот. И вопрос на засыпку, сколько баллов у меня сгорело? Вот. И вопрос на засыпку, сколько баллов у меня сгорело? Потому что после бинара 6 миллионов идет бинар в 20 миллионов. То есть у меня сгорело слева 12,5 миллионов и справа 16,5 миллионов. Всего 29 миллионов баллов сгорело. А что значит сгорели баллы? Что с ними на самом деле происходит? Эти баллы идут сюда, в эти 44% прибыли. Чем больше баллов сгорело, тем больше значение множители. И у высоких рангов у них ежедневно сгорают десятки миллионов, сотни миллионов, миллиарды баллов. И именно благодаря этому, благодаря тому, что такое большое количество баллов не идут в учет бинарного шага, а вносят вклад в общий товар оборот, в общую прибыль. Именно поэтому коэффициент равен 4 доллара. Бу юзден, yani, бу миллионарца пивилерин, yani, в инст карьерлердеки olan байлерин, işte миллионарца пивилерин янмасы, бу коэффициентин яклошок 4 доллара olmasны сгорело. Если бы баллы не обнулялись после закрытия бинарного шага, то высокие ранги, вот мы, да, кто находится на высоких рангах, мы бы еще больше денег зарабатывали. А новички, кто только приходит в компанию, они бы зарабатывали меньше денег. У нас в Атоме зарегистрировано 15 миллионов человек активных сейчас. И математически очень сложно посчитать, чему равнялся бы множитель. Если бы баллы не сгорали. И математически, бу коэффициентин, не kadar пара olduğunu да, о океану да hesапламак zor olurdu, егер бу пуанлар янмасайды. Но я думаю, по моим ощущениям, он коэффициент был бы где-то 1-2 доллара максимум. И тогда выплаты за бинарные шаги были бы в 3-4 раза меньше. Но зато люди в высоких рангах еще больше деньги получали. Поэтому радуйтесь, что обнуляются баллы, потому что новички очень мало баллов теряют. Я понимаю, что для новичка 10 тысяч баллов это может быть много, но в перспективе это мало по сравнению с тем, сколько теряют лидеры. И на самом деле все лидеры, кто понимает, как работает эта система, не считают. Вот я не считал, что вот эти 29 миллионов баллов у меня сгорели. Эти 29 миллионов баллов ушли в общую казну. Я, например, не считаю, что 29 миллионов пивов у меня сгорели. Я, получается, внес свой вклад. В прибыль компании и получил оттуда вот. Мы тогда заработали за это сколько там? 600 долларов. Поэтому я не расстроился тоже. 600 долларов в день зарабатывать неплохо. Поэтому я не задумываюсь. Я не задумываюсь. Я не задумываюсь. Я не задумываюсь. На ваш вопрос. Там что-то пишут в чате. Таким образом подстраховывается. Кто подстраховывается? Каждое распределение, более-менее. Азамат, вы куда-то пропали, не расслышалось. Тут Юсуф Пейк говорит свое мнение высказывать, что это более справедливое равномерное распределение доходов, какая-то, скажем, страховка от суперприбыли и внизу от небольших доходов, чтобы люди больше заработали. Именно благодаря тому, что такая справедливая система, вот мы с супругой без опыта в сетевом бизнесе смогли за два месяца выйти на доход 2000 долларов и больше. Вот этот вопрос. Вопрос, стираются ли личные баллы? Нет, личные баллы никогда не удаляются, они могут только копиться. Кищесель пивилер, я не пиви, дэдэмис, по аннар хичпежзамас силен мёр, унар берекерсезен хасобаннез, да? Я могу сказать так, то, что личные баллы не бывают проблемой. Никогда. Получается, не для конкурса. Никогда не было проблемой. Единственная проблема, с которой сталкиваются люди, это где брать людей? Бо, в этом месте, где брать людей? И еще лень. И тембеллит. А то, что вот личные баллы, мы сколько работаем, никогда не видели, что для кого-то личные баллы это была проблема. Потому что система построена так, что даже с 10 тысячами личных баллов можно стать империал мастером. Я вот недавно видел бриллиантового мастера, и у него было всего 29 тысяч личных баллов. Он себе такую структуру построил, потому что ему личные баллы, в принципе, больше никогда нужны не будут. И, возможно, он станет как раз одним из первых империал мастеров, у которого всего лишь 20 тысяч личных баллов. Здесь важно понимать, что если вы хотите быстрый рост, если вы хотите быстро на ранги выйти, сразу при открытии страны, например, то тогда личные баллы вам нужны. В этом случае личные баллы это требования, от которого нельзя будет избавиться. Если вы готовы расти медленно, постепенно, то личные баллы уже не будут в приоритете. Главное это рост структура. А вообще, конечно, нужно здесь баланс найти между личными баллами и ростом структуры и оценивать свои возможности. Таби, бурда, белке эн мантыклысы, денге саламак, яны, хем экип бьюмесин де энэм вермэк, хем де шахси пиви бирикмесин де саламак. Например, если у вас есть возможности на 700 тысяч баллов сделать закуп для самого себя, купить продукцию для себя, чтобы пользоваться ей, то нужно так сделать. Пропустил. Получается, если есть возможность на 700 тысяч баллов купить для себя любимого продукции и пользоваться ей, то так нужно сделать. Потому что это инвестиция в себя, в собственный бизнес. И это самый мощный инструмент в построении нашего бизнеса, когда у нас есть личный опыт использования продукции. Пропустил. 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 Если у вас нет денег совсем, то конечно это не значит, что вам нужно сейчас идти и там кредит в банке брать. Это бизнес и здесь понятно, если у вас есть возможность вкладывать деньги, то ваш рост будет здесь быстрее. Но если у вас совсем нет денег, это не значит, что у вас не получится построить здесь успешный бизнес. Потому что деньги здесь не главное, а главное это та работа, которую вы будете делать. Это ваше видение, это ваше терпение и ваше желание работать. Я благодарю всех за внимание. Очень надеюсь, что в Турции со всеми с вами познакомлюсь лично. И я верю, что у вас все получится. Булен, что-то хочет сказать? 700 тысяч PV это сколько? Так, давайте курс я примерно выведу. Получается 7,5 лир это 1 доллар. 2,5 доллара, это 1000 PV, 1000 поделить на 3, 300 получается примерно. Что-то я туплю. Я вообще считаю так, если 10 тысяч PV это 30 долларов, то скажем 700 тысяч PV я умножаю 30 на 70, там около 2100 получается. Ну, там где-то 2,5 получается. Если 700 умножить на 2,5, вот это еще 1750 примерно в долларах. И если это поделить и умножить на 7,5 это 13000 лир. Получается 700 тысяч баллов это 13000 лир. Это меньше даже 2000 долларов. 700 тысяч поделить на 13000. Получается 1 лир это 50 баллов, да? В общем, 13-14 тысяч лир где-то. Так, сколько PV? Так, сколько PV? Стоит одна зубная паста или одна зубная щетка? То есть сколько PV выходит? Можно примерно посмотреть на американский сайт, примерно похожее соотношение скорее всего будет в Турции. В общем, что вы думаете, что вы хотите купить, чтобы вы купить на американский сайт, в Турции, на американский сайт или на американский сайт, В Турции будет примерно похожее соотношение. Потому что вроде налоги в США и в Турции похожи. Кто-то что-то сказать хочет? Есть еще какие-то вопросы? Все очень понятно, доступно было объяснено. Поэтому и вопросов пока больше не осталось у нас. Все супер. На сегодня тогда все. В следующее воскресенье можно подумать, какая тема вам интересна. Потому что стратегии выхода на мастера продаж бывают разные. Кто хочет первым стать, кто хочет летом стать. Все это отличается. Можно разобрать разные случаи. В зависимости от того, что интересно людям. В зависимости от того, что вы можете сделать. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...